Знакомьтесь, это Йен Ашер, человек, который в одно мгновение изменил всю свою жизнь. Его история заставит вас задуматься, действительно ли вам нравится то, как вы живёте и по какому пути двигаетесь. Так давайте же взглянем, что он сделал и как. Всем привет, меня зовут Роман, вы на канале Я в шоке. Приятного вам просмотра, господа и дамы. У 44-летнего австралийца Йена Ашера была обычная жизнь. Работа в магазине ковров, жена, с которой он прожил 12 лет, и дом. Но когда супруга заявила, что уходит от него к другому, жизнь Йена перевернулась. Он был подавлен разводом и решился на отчаянный шаг. Ашер выставил на аукцион eBay всего за один доллар самый необычный лот. Свою жизнь, в которую входили. Одноэтажный дом со всеми личными вещами, автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и даже рабочее место. По словам Йена, себе он собирается оставить только паспорт и список желаний со ста пунктами, которые помогли бы ему навсегда забыть о тяжелом разводе и начать новую жизнь. Очень скоро об авантюре Ашера узнали в СМИ. Он стал местной знаменитостью, а цена за его жизнь поднялась до 339 тысяч долларов. Правда, когда Йен связался с покупателем, тот не смог заплатить и отказался от сделки. Поэтому Ашер выставил дом на продажу с помощью агента по недвижимости. Отвез друзьям вещи, продал машину, взял кредит и решил выполнить все свои желания за 100 недель. В своем блоге Йен постоянно публиковал отчеты о путешествиях. Он добился встречи со своим кумиром, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Прыгал на тарзанке с моста и с парашютом. Занимался подводным плаванием, управлял самолетом, вертолетом и истребителем. Летал на параплане, всплавлялся на плотах по гор на реке, ночевал в доме с привидениями, плавал с акулами и китами. Сделал новую татуировку, забрался на действующий вулкан и увидел Аверест. А еще он научился перекидывать горящие булавы. Это было желание Ашера, связанное с его отцом, который любил жонглировать. И это далеко не все. За 100 недель он выучил французский и испанский языки, поработал волонтером, научился кататься на одном колесе и играть на диджериду. Духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии. Йену, кстати, удалось осуществить и самую экстремальную свою мечту – полет на крыле самолета. В итоге Ашер побывал на всех континентах и посетил более 30 стран, а жилье старался найти у людей, с которыми знакомился в поездках. Его путешествие закончилось в Канаде, где он познакомился с девушкой по имени Мо и ее детьми. Там он написал и опубликовал книгу о своем приключении «Человек, который продал жизнь на eBay», которая стала мировым бестселлером. На его историю, кстати, обратила внимание кинокомпания Walt Disney и выкупила у Ашера права на экранизацию. После этого Йен купил на вырученной от продажи книги деньги небольшой остров в Карибском море и переехал туда вместе с новой возлюбленной Мо и ее детьми. Правда, их семейное счастье длилось недолго. Вскоре пара рассталась. Об этом он написал еще одну книгу «Отложенный рай». И он остался на острове один. Позже к Ашеру прилетела его знакомая Ванесса. У них вспыхнул роман, и теперь они вместе путешествуют по миру. Спасибо, что посмотрели, за то, что поставили лайк, а также подписаться и колокольчик нажать не забудьте. Пишите в комментарии свою историю о том, что бы вы изменили в своей жизни и как. Всего хорошего. Жду комментарии. Пока. Субтитры подогнал «Симон»